Более 7 тысяч рассмотренных обращений за 10 лет в Сочи отметили юбилей общественной приемной Единой России. 42 рубля за час Министерство транспорта Российской Федерации рассчитало оптимальные цены на услуги платных стоянок в разных субъектах. В Сочи 30 пляжей доступны для маломобильных граждан. Много ли для этого нужно? Проверила наша съемочная группа. В Сочи выберут пломбирного чемпиона. В субботу на площади у Морпорта пройдет ежегодный праздник мороженого. Проверили безопасность на самом высоком уровне. Перед началом учебного года в 11-ю школу города Туапсе приехали губернатор края, руководитель управления ФСБ и начальник региональной полиции. Они осмотрели здание и протестировали систему безопасности. Она полностью автоматизированная. В школе установлены 85 видеокамер. Кроме этого работает пожарное оповещение, которое реагирует на повышение температуры и появление дыма в классах. Все системы полностью автономны. На постах охраны дежурят казаки, которые прошли специальную подготовку. Закрывается входной адрес и там через кнопку доступа он видит, кто заходит на территорию нашей школы. Сегодня у нас очень современные средства и обнаружения любой внештатной ситуации. Нужно умело этим пользоваться. Вот увидев на мониторе тревогу или предпосылки или уже, не дай бог, внештатную ситуацию, тот, кто здесь находится, он должен среагировать. И при том среагировать правильно, оперативно, отдать правильные команды и передать эту информацию быстро или Росгвардии, или тем, кто сегодня обеспечивает, в том числе и пожарную безопасность. Безопасность не только учебных заведений, но и пассажирских перевозок. В Краснодарском крае Вениамин Кондратьев обсудил сегодня на заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба, которое прошло в Туапсе. В Сочи еще на сутки продлили штормовое предупреждение. На курорте возможны сильный дождь с грозой, порывистый ветер, есть опасность образования смерчи, и спасатели просят принять все меры предосторожности. И к другим новостям. Более 7 тысяч рассмотренных обращений за 10 лет в Сочи отметили юбилей общественной приемной «Единой России». Накануне в местном отделении партии состояло заседание полицовета, посвященное этой дате. Поздравил собравшихся секретарь сочинского отделения партии Анатолий Пахомов. Общественная приемная была создана 7 августа 2008 года благодаря личной инициативе руководителей из полкома местного отделения Веры Пашкова и при поддержке мэра Сочи Анатолия Пахомова. Руководителем же общественной приемной партии на курорте является почетный гражданин города Норли Псверидзе. Состан задел для дальнейшего успешного взаимодействия жителей города Сочи с представителями партии, депутатами всех уровней для решения как социально-общественных, так и личных проблем. Мы оперативно получаем ответ от руководства города, и в частности от Пахомова Анатолия Николаевича. И люди очень довольны. Я получаю много звонков и просят передать благодарность, так как оперативно решен их вопрос. Меня лично это очень радует. Сегодня в общественной приемной «Единой России» ведут прием депутаты Краевого совета, городского собрания, руководители органов исполнительной власти. Кроме того, здесь каждый месяц проходят бесплатные юридические консультации для жителей города. Депутаты, как правило, отчитываются в своих округах один раз в полгода. И обязательно в отчете следует, сколько принято избирателей, какие даны отчеты, какие подготовлены ответы, решены ли вопросы. В графе нерешенных вопросов у нас стоит цифра ноль. Ко всему прочему, специалисты общественной приемной проводят выездные тематические приемы по самым острым вопросам. 42 рубля за час. Министерство транспорта Российской Федерации рассчитало оптимальные цены на услуги платных стоянок в разных субъектах. Выяснилось, что оптимальная цена за один час стоянки на территории Краснодарского края в целом и в Сочи в частности – 42 рубля. В Сочи, как известно, самая низкая цена за один час парковки – 50 рублей, но и таких парковок немного. Они недорогие, но их не так много, так скажу. Надо расширять больше парковочных мест. Какая бы оптимальная цена вас устроила за час? За час 50 рублей, наверное, это было бы нормально. Спрос рождает предложение. Максимум 100, минимум 50. За парковку никогда нигде не плачу, даже если она платная. Я машину надолго не доставляю. Ну не больше 100 рублей за час. А вот я знаю, парковка за место нашего старого кинотеатра «Спутника», там, по-моему, что ли 200 или 250 рублей за час, но это мародерство. Минтранс будет рекомендовать регионам ориентироваться на расчетные тарифы и повышать стоимость парковки только при использовании повышающих коэффициентов, связанных с особенностями дня, недели, времени суток или длительности стоянки. В Москве, к примеру, в качестве расчетной стоимости парковки установили тариф в 138 рублей в час. Сейчас цена там составляет от 60 до 200 рублей в зависимости от близости к центру. В случае низкой заполняемости стоянок Минтранс рекомендует муниципалитетам снижать плату вдвое. В этом году в Сочи зарегистрировано 267 дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. Дорога унесла жизни 39 человек. О дорожной ситуации и безопасности на городских дорогах в рамках очередной программы «В курсе» рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД по городу Сочи Александр Кузьмин. Курортный сезон встречает гостей всевозможными экстремальными развлечениями. Один из самых популярных, так называемый джипинг, водители внедорожников предлагают отдыхающим прокатиться с ветерком там, где даже у пешехода дул захватывает. Результат покатушек порой очень трагичный. А всё из-за технической неисправности транспортного средства. И всё же ситуация в этом году заметно меняется. Сейчас тенденция всё-таки к улучшению ситуации в том плане, что водители всё-таки берут путевую документацию, заключают определённые договора с автотранспортными хозяйствами, которые имеют право выпускать транспорт на линию, страхуют жизни и здоровье пассажиров. Пассажирские перевозки также под контролем сотрудников ГАИ, впрочем, как и заторы на городских улицах. Самые большие заторы это у нас в Лазаревском районе, Лао, Дагомыс. Понятно, что к нам на побережье едут со всей стороны, машин много, дороги мало, на всех её не хватает. Какие меры принимает госавтоинспекция и возможно ли решить эту проблему, но, образно говоря, одними свистками и жезлами? Нам удалось добиться того, что в Лазаревском районе будет построено в 2019 году 4 надземных пешеходных перехода. В свою очередь, это, конечно, транспортные потоки нам позволят развести пешеходные, я имею в виду, и автомобильные. Что сделано сейчас? Значит, в Лао, например, мы выставляем инспекторов ДПС, которые следят за организацией дорожного движения, за недопущением правил перехода проезжей части. Нам помогают также и казаки, сдерживают потоки именно пешеходов. Значит, мы привели в соответствие светофорные объекты в так называемую зелёную волну. Они работают по одному циклу. То есть это для того необходимо, чтобы транспорт, который идёт в Сочи, например, или из Сочи, двигался в одном цикле. То есть если он на первом светофоре заехал, то на крайнем он должен выехать. Пешеходы при этом не переходят проезжую часть. Это всё делается. Подробности в программе «В курсе» на следующей неделе. Директору концертного зала «Фестивальный» Евгению Паснюку изменили меру пресечения. За нарушение режима домашнего ареста подследственный был отправлен в СИЗУ Армавира. Напомню, директор концертного зала «Фестивальный» был арестован судом Центрального района Сочи по обвинению в растрате. Евгению Паснюку вменяется присвоение 1 миллиона 300 тысяч рублей. Речь идёт о периоде работы с 2010 по 2016 годы. Тем временем в защиту Паснюка выступил коллектив концертного зала и некоторые популярные артисты, выступавшие в фестивальном. К новостям вернёмся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 9 августа в Сочи облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 24, плюс 26, днём 26, 28 градусов выше нуля. В Сочи бывшая санитарка и сестра-хозяйка больницы признаны виновными в оставлении опасности пациента. Напомню, 25 января в горбольницу номер 4 поступил мужчина с переломом костей носа и другими повреждениями, а также интоксикацией организма. В терапевтическом отделении он стал вести себя шумно и нарушать общественный порядок. Санитарка и сестра-хозяйка вывезли пациента на кресле-каталке за пределы больницы и оставили там. Очевидцы сняли ситуацию на телефон, вызвали медицинскую бригаду, которая снова госпитализировала мужчину. Суд признал сотрудниц больницы виновными в оставлении без помощи лица, находившегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Каждое назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ. Более 30 пляжей в Сочи уже оборудованы для инвалидов. Такие пляжные территории есть во всех районах города. На центральной набережной их сразу несколько. Наша съемочная группа отправилась на пляж и проверила, насколько они удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Над этим пляжем на центральной набережной курорта развивается голубой флаг. Эта международная награда вручается только тем пляжам, которые отвечают самым высоким требованиям по безопасности, экологии и сервису. Но еще один пункт, без которого голубого флага не заполучить – это доступность для маломобильных групп, в том числе для инвалидов. Пандусы, души, туалеты и даже специальный мостик, ведущий прямиком в воду. Все это на пляже Приморский сделано для удобства инвалидов-колясочников. Все оборудование имеется, люди остаются очень довольны. Очень часто наши пляжи посещают как сопровождающие, с лицами ограниченными возможностями, так и сами лица с ограниченными возможностями. Очень часто приходят к нам на пляж. Владимир Родионов по специальному пандусу с легкостью спускается на гальку. Мужчину в инвалидном кресле заметили спасателей, тут же предложили помощь. Пересадили на специальное кресло для купания. И Владимир уже наслаждается морской водой. После водной процедуры в специально оборудованном душе. Владимир рассказывает, плавает круглый год, посещает разные пляжи и практически нигде не встретил преград. Все на уровне, никаких проблем абсолютно, только положительные эмоции, все супер. В принципе, на любом пляже, на любом, на любом. И в Дагомысе, и в Олимпийском парке. То есть все приспособлено, все удобно, все как нужно. Свой день инвалид по зрению Сергей Гринь тоже начинает у моря. Несмотря на недуг, любит побегать и поплавать перед работой. Он сотрудник художественного музея. Самые любимые места для купания, говорит Сергей, пляжи центральной набережной и ривьеры. Они лучше всего приспособлены для инвалидов. У меня под ногами деревянные трапы, чтобы можно было с коляской детской подойти к набережной. А я их использую как направляющие. То есть, если по городу тактильная плитка, то на набережной, вот, пожалуйста, деревянные трапы, они как раз перпендикулярно выходят на море. Всего же в Сочи уже более 30 пляжных территорий полностью или частично доступны для маломобильных групп. Это и инвалиды, и родители с колясками, которым также нужны пандусы и застеленная дорожками галька. И число таких мест у воды, удобных для всех, с каждым годом только растет. Не может быть в городе Сочи, где прошли паралимпийские игры, недоступные пляжи. Это невозможная история. Мы работаем над тем, чтобы бизнес-сообщество, чтобы наше социальное сообщество города радовало за этот проект. И не нужно было применять какие-то меры административного характера. Всего в Сочи проживает более 43 тысяч людей с инвалидностью. Из них более 600 – колясочники. И задача сегодня – сделать жизнь каждого из них максимально комфортной. Так, за последние годы в городе уже 1400 объектов привели к требованиям доступности. Сочинский спасатель МЧС продолжает готовиться к шоу «Русские ниндзя». Еще один этап подготовки пройден. Сочинский спасатель Артемий Яненко принял участие в спортивном проекте «Арена героев». Первое мероприятие этого проекта прошло в Москве в парке Победы на Поклонной горе. Для спортсменов, прошедших кастинг на шоу «Русские ниндзя» полоса препятствий «Арены» была дополнительной тренировкой. Участники смогли проверить свою подготовку, а организаторы еще раз оценить претендентов. Теперь потенциальным ниндям и Артемию Яненко в том числе осталось только ждать решения судей, кого они выберут. Съемки ориентировочно начнутся в октябре. Круизный лайнер «Князь Владимир» с пятого раза все-таки отправился из Сочи в Севастополь. Судно, восстановленное после пожара, наконец вышло по маршруту в Крым. Лайнер зайдет в Новороссийск, Ялту, Севастополь. Напомню, первые в сезоне рейс «Князя Владимира» из Сочи запланированные на 6 мая отменили из-за пожара. Позже компания «Черноморские круизы» отложила все рейсы до августа. С пятого августа выход также дважды отложили. Теперь планируется, что навигация продлится до октября. В эту субботу в Сочи выберут пломбирного чемпиона. 11 августа на площади у Морского порта пройдет ежегодный праздник мороженого. Дети и родители смогут принять участие в увлекательных состязаниях и выиграть кубок пломбирного чемпиона. А вместе с ним семейный запас самого желанного летом лакомства. Площадки активности будут работать с полудня до 9 часов вечера. Все новости уже на нашем сайте fkt.com Смотрите нас также и в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok